К другим темам выпуска. 10 ноября в Российской Федерации отмечается День сотрудников внутренних дел. Напомним, до 1991 года этот праздник назывался День советской милиции. Традиционно его отмечают сотрудники МВД Полевского. На торжественном собрании присутствовали не все, поскольку полицейские службу несут и в свой профессиональный праздник. Несмотря на это, в зале с трудом нашлось место и для нашей съемочной группы. Своебразным сюрпризом для сотрудников полиции стали командно-штабные учения, которые прошли по улице Роза-Лексембург. Были перекрыты улицы, задействовано около 70 сотрудников личного состава отдела МВД по городу Полевскому. Но большинство сегодня находятся в этом зале. Пришли поздравить сотрудников полиции и ребята из детского дома. Дети, в свою очередь, были награждены грамотами Главного управления внутренних дел по Свердловской области за участие в конкурсе рисунка. На праздники сегодня и ветераны, которые свое уже отслужили. 10 ноября традиционно у нас празднуется день сотрудника дела внутренних дел. Соответственно, в этот праздничный день мы поздравляем своих сотрудников, ветеранов, которые действительно отдали лучшие свои, как говорится, годы службы. И мы с ними постоянно общаемся, взаимодействуем. На торжественном собрании порядка 30 сотрудников были поощрены медалями за отличия в службе 1, 2 и 3 степени. Также двум сотрудникам были присвоены внеочередные специальные звания. Были благодарности и снятие ранее наложенных взысканий нескольким сотрудникам. Поздравил с праздником и сказал слова благодарности Эдуард Селецкий, который сам служил в полиции. Те, кто присягнул единожды в верности нашей Родине, ее защите, те не могут плохо нести службу, плохо выполнять свою работу. И офицеры, и прапорщики, и сержанты, и старшины, и отслужившие, они, уходя на гражданку, также несут огромную пользу нашему городу, нашей стране, потому что это люди большой выдержки, большого ума, большого опыта и профессионализма. Начальник отдела полиции по городу Полевскому Владимир Григорьев положительно оценивает профессионализм личного состава. Обучение проводится постоянно, вводятся новые технологии, которые осваивают полевские стражи порядка. А значит, противостоять преступности они готовы в любой день и любое время суток. Игорь Соколов, Алексей Карипанов, Новости, твой день.